привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья лука неожиданно оказался в китае пропаганда верещит и поет виват царь виват король мы кстати покажем потом в конце вам и о путине немножко но для начала я хотел бы разобрать эту встречу что нам показывает пропаганда о чем умалчивает и смысл этого визита как его вижу я давайте начинать я сегодня рад с вами в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества и как это всегда было между нами высказать свою точку зрения на те или иные проблемы международных отношений друзья вообще вся встреча была разбита на таких три этапа которые освещала пропаганда это непосредственно их общение потом обмен подарками лукашенко поехал в университет и оттуда уже на игру в хоккей он будет со студентами китайскими играть хоккей я вот этот кусочек оставил почему только для заправки я бы хотел чтобы внимательно когда я буду вставлять эти видео смотрели как официальная встреча происходит потому что там настолько видно это вот не знаю с мультика удав смотрит на свою жертву синь зимпинь настолько медленно холодно коротко как-то излагает мысли лукашенко сидит он ему так улыбается он нашу так вот лицом вперед он на него смотрит вот все он находится под гипнозом либо это как вот прибежал он жаловаться к старшему брату что ты меня спаси пожалуйста уже средний брат меня обижает мы с тобой друг он кричал 30 лет я тебя знаю ты еще от маленьким приезжал ко мне будучи замом я уже тебя там в минске встречал и водил ну давайте пошли по нюанс и когда готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том что надо сделать что не движется чтобы сказать председателю об этом но мы не нашли ни одного вопроса по которому бы не было движения единственный вопрос который я хотел бы с вами обсудить сегодня это скорость но теперь друзья давайте загибать пальцы из этих коротких видео как я это вижу и мне интересно что думаете вы первое лука там ему рассказывает что у нас уже 120 проектов мы за год сделали все мы набрали такой темп ну скорость проблема со скоростью почему мы не можем набрать скорость нету денег дайте нам денег тогда скорость будет великолепная не могу строить у меня нет на эти проекты денег вот россия на свои дает китай тайна свои первые деньги мы очень заинтересованы чтобы китай был мощный державой чтобы китай развивался и в этом не только наш интерес прежде всего конечно наш загибаем второй палец безопасность прежде всего интерес конечно нас китай спаси нас от соседа который на востоке находится для сгущие танки на то нас завоевывать не будут а вот этот сосед дай мне гарантии и знаете я вот давно говорил что лука услышав то как синдзипинь дает гарантии безопасности казахстану когда он сказал территориальная целостность казахстана китай и гарантирует поэтому все разговоры путина что северный казахстан наши не умерли сразу лука это тоже понимает пушен пасть на него может только плыло и он я уверен клянчит безопасность и чтоб такие слова прозвучали от синдзипинь а тоже знаете он в начале своего спича очень долго рассказывал что он его знает 30 лет что тот к нему приезжал он еще чуть ли депутатом ссср в китае ездил и вот у него любовь китаю синдзипине уже 30 лет и он делает все чтобы эти отношения только росли и крепли на его 30 лет синдзипинь начал сразу коротко и холодно один год работаем в каком-то нужном направлении как считает китай осадил его со в течение года укрепляется политическое взаимодоверие уклоняется международное взаимодействие на лицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы один бойся один будь ну здесь вы поняли торговля интересуют в первую очередь китай потому что один пояс один путь уже танки не лязгают на границах выж не слышали от пропаганды что польша плохая лязгают танки все соседи не выбирают давайте дружить давайте торговать здесь лукашенко приехал с отчетностью что он делает все мигрантов уже и бросили на финскую границу на белорусско-польской их больше нет интересно следующая часть я бы сказал я очень гневно с утра прокомментировался в телеграм-канале но это плохой звонок для белорусов где диктатор любит диктатор под сильным руководством господина президента вашей стране удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов сохранить социальную гармонию стабильность для китая сохранение стабильности и только срочного развития это очень важно ну здесь друзья как есть все кто хотели перемен в белоруссии все белорусы они являются внешними силами которые другой диктатор его подчиненный благополучно задушил раздавил и тому подобное ладно идем в современном мире происходит титанические переменные возникают новые риски и вызовы много происходящего для нас является неожиданным вот так вот китай говорит мы вообще неожиданно россия напала на украину для нас это был шок говорит ли правду это вы напишите в комментариях знаете дальше переходим ко второй части вторая часть в принципе я думаю ни один вам политолог не аналитик не скажет я скажу вам первый это в принципе визит посвящен кроме денег а все у них уже рабочий момент и лука уже в этом режиме живет 30 лет смотри нам коли много ли студентов белоруссии могут прогуливать занятия пошел вроде как учебный год идет дальше вы увидите как они дарят друг другу подарки ситуация в следующую в зал где подарки заходит лукашенко за ним идет премьер-министр и вся делегация через минуту на кадрах их всех убрали очень далеко везде как не знаю хвостик привязан находится коля лукашенко жует жвачку уверенно и не отходит на метр вот те идут куда он всегда сзади можно сказать как телохранитель ходит но это смотрины потому что коле дарят персональный подарок называют его по имени и лука привез под те диалоги если ты хочешь стабильность и будущее сотрудничестве с беларуси вот он наследник мне продержаться еще 12 лет дальше на престол заходит коля а кроме китая колю власти никто не удержит вот таких вот мысли друзья давайте послушать и бассейн и я благодар а туда на лığı инже кукла и я као где-то пинго и я благо туда и яблогога туда на лыгенте као три года до того чтобы они были умене до дома влюбленная кодеку я влезу труда не может быть вот так вот и ягод приガуте Companies это николай уже для тебя китайский костюм с английскими надписями следующие ну то есть синдзипинь подарил ему яблочек подарил коле костюм и картину которую повесят во дворце ну решили ее перерисовать потому что лука попросил душу китайскую чтобы на картине изобразили таскал окей скажите размером все быстро там внизу в типографии за пять минут нарисует дальше хочу просто вам так с юмором кусочек показать подарки лукашенко я уже привык же он дарить им колбасу там какие-то украшения ну он ездит везде со своей колбасой но вот почему он дарит шоколад вот я не понимаю вот честно объясните мне может я не пробовал никогда белорусского шоколада но вроде как там какао-бобы не растут шоколад должен делать из делаться из какао-бобов и там только процентаж сколько добавляют их туда отсюда там в процентах же пишут на шоколаде ну лука решил удивить синдзипинь белорусской шоколадкой потому что она сделана а может быть из какао-бобов и не знаю но выглядело для меня честно смешно 25 лет назад просто работал на кондитерских пабликах я видел из чего это все производится мне смешно было я хочу просто поделиться подарком пухки для синди вот это можно шоколад это продукты похожие на то что мы поставляем в китай но уже новинка новинки последние ну вот такие друзья у меня мысли по этому поводу напишите в комментариях что вы думаете это больше дай денег дай безопасность или это смотри на коле либо он совместил три в одном а завтрашнего дня у меня начинаются прямые эфиры каждый вечер 21 00 по киеву завтра у нас гость артем шрайман послезавтра дмитрий щегельский там абсолютно разные люди будут 20 дней подряд я с вами прощаюсь привит я той кто почав спецоперацию мене все звуть пойлом и волны мать рацию в газе чекает на мэна панетрация дому в болезе хлюпая смердюча субстанция таких як я у свете богата тела банда иран и белорусская ндр уханда образливо нас кличуть ризни ораторы там и недовго йоби мы императоры ахаха у владу втрах пели и розум втрах теле ли мы недовгодя теле мы императоры мэна панетра моха у влада мэна панетра мэна панетра